В предыдущем видео мы рассмотрели два первых этапа установки Unity посредством Unity Hub. Мы установили сам Unity Hub и редактор. Сейчас настало время третьего этапа, где мы установим дополнительные модули. Итак, после завершения установки Unity 2021 мы можем увидеть, что установлен редактор, документация, а также поддержка WebGL. Приступим к следующему шагу. Добавим необходимые модули, которые нам потребуются для работы, а именно Microsoft Visual Studio Community и поддержку Android Build. Закрыв окно Downloads, мы видим, что у нас установлена текущая версия. Она является официальным релизом LTS. Мы можем также посмотреть пререлизы и даже нажать кнопку Install. Мы сейчас это делать не будем, но посмотрели, что такая возможность имеется. Здесь же мы видим, что у нас есть поддержка WebGL и Windows. И мы можем нажать на шестеренку и выбрать Add Modules для добавления новых компонентов. По умолчанию выбран Microsoft Visual Studio Community. Мы его не устанавливали. И также мы поставим галочку поддержку сборки для Android. Если вы хотите создавать другие приложения, то, соответственно, нужно ставить другие модули. Нам достаточно выбранных, поэтому мы нажимаем на кнопку Continue, продолжить. И первое, что нам предлагается сделать, это изучить лицензионное соглашение Microsoft Visual Studio Community и дать свое согласие. Рекомендуем перейти по заданной ссылке, изучить это соглашение и убедиться в том, что Visual Studio Community – это бесплатный вариант инструмент для написания кода. Ставим галочку Согласие и нажимаем Continue. Сразу после этого нам предлагается изучить лицензию Android SDK and NDK и дать свое согласие. К сожалению, здесь нет ссылки, поэтому желательно прочесть весь текст для того, чтобы убедиться в том, какие у вас есть права на разработку и при каких условиях вы можете распространять созданное программное обеспечение. Лицензионное соглашение достаточно длинное. Здесь также идет уточнение того, как работать с Google. Вы можете ставить видео на паузу и читать это соглашение прямо из нашего видео. Ставим галочку Согласие и нажимаем Install. Далее нам следует отслеживать процесс установки каждого модуля. При этом у нас также есть статус строка и детали того, что загружено, что установлено. Вот, например, загрузился Visual Studio Installer и нам предлагается продолжить работу с установщиком Visual Studio Community. Все происходит параллельно, поэтому можно перещелкиваться из одного окна в другое для того, чтобы посмотреть статус загрузки или установки. Visual Studio Community ставится достаточно долго, поэтому нажимаем Продолжить и уделим больше внимания именно этому процессу. Итак, установщик Visual Studio Community запустился. Мы видим, что мы можем выбрать необходимые компоненты. Нам необходимо выбрать именно то, что нам поможет работать с Unity. А именно нам потребуется выбрать компоненты для разработки классических приложений .NET, а также компонент разработка игр с помощью Unity. Visual Studio это универсальный инструмент для написания кода и создания различных приложений. Мы можем увидеть, сколько нам требуется места и задать путь для установки Visual Studio. Аналогично Unity рекомендуем выбрать место на рабочем диске. Выбираем в данном случае для нашего примера диск D папку Programs и задаем пути для всех необходимых компонентов. Размер, который требуется для них, написан также справа. Обратим внимание также на элемент под названием кэш-загрузки. Здесь сказано, что это расположение для скачивания файлов установки. Здесь требуется почти 3 гигабайта, и если это не сделать сразу, то потом уже такой возможности не будет. Поэтому кэш мы оставляем на тот случай, если вдруг потребуются какие-то изменения. Общий размер мы видим достаточно большой. На системном диске тоже кое-что будет установлено. И мы нажимаем Установить. Галочку Запуск после установки можно убрать, так как мы Visual Studio будем запускать из-под Unity, когда будем создавать первый скрипт. Итак, мы видим, что параллельно у нас устанавливаются и Visual Studio Community, и все остальные необходимые компоненты, которые мы выбрали для сборки проекта под Android. Пока идет процесс загрузки и установки, скажем, что процесс сборки для Android нам нужен для того, чтобы создавать мобильные игры. Предвосхищая также вопрос о том, а можно ли было устанавливать Visual Studio не из-под Unity Hub, отвечу сразу, да, можно. Но мы решили последовать пути такому стандартному, условно, что вот из-под Unity Hub можно установить все необходимое, включая даже Microsoft Visual Studio Community, и сразу выбрать необходимые компоненты. Вот, кстати, в процессе установки и записи видео обнаружилось, что мы не поставили разрешение на доступ к сети интернет из Unity Hub. Это желательно делать, но при этом поставить галочку для частных сетей, а не для общественных, особенно если вы планируете работать с ноутбуком и носить его куда-нибудь на какие-нибудь мероприятия. Итак, Visual Studio Community установлена. Установлены также все остальные компоненты, которые мы выбрали, в частности сборка под Android. И мы видим, что у нас на рабочем столе есть иконка Unity Hub, а также Unity текущие версии. Поэтому запускать можно или из этой иконки, или из второй. Мы это сделаем в следующем видео, а пока скажем, что также возможно вам понадобится войти в свою учетную запись или в аккаунт Microsoft. Это необходимо для удобства работы, но можно также и проигнорировать, выбрав ссылку не сейчас, возможно позже. Желаем успешной установки всех необходимых компонентов, и встретимся в следующих видео.